Сегодня у нас 627 выпуск Открытой политики. И, как обычно, по субботам обзор событий за минувшую неделю. Конечно же, важнейшим и самым громким событием минувшей недели стал задержание и арест вице-премьера правительства Республики Башкортостан Алана Морзаева. Некоторые наши комментаторы в обзоре оперативного совещания упрекали меня в том, что я недостаточно внимания уделил этому событию. Но, сами понимаете, в понедельник не было еще никакой информации, никаких фактов. И, собственно, не было никакого материала для размышления и осмысления случившегося. К концу недели многое стало понятно. И потому давайте разбираться по порядку. Начнем, естественно, с того, что нам доподлинно известно и в хронологическом порядке. Еще в мае этого года был задержан, а в дальнейшем арестован, министр транспорта и дорожного строительства господин Клебанов. Его обвинили в получении взятки в 5 миллионов рублей от какой-то коммерческой фирмы за какое-то способствование в ее бизнесе. Вскоре после ареста Клебанова были задержаны два коммерсанта, один из которых еще к тому же и был депутатом госсобрания. Вместе с ними, или рядом с ними, или одновременно с ними, был задержан и водитель Алана Морзаева, якобы с сумкой, набитой наличкой. Как ни странно, всех отпустили довольно быстро. Без всяких комментариев и без разъяснений случившегося. Почти сразу же стало понятно, что все эти события являются охотой на Алана Морзаева, который контролирует всю строительную и дорожную сферу в Башкортостане. Но, внезапно, после майских событий наступила четырехмесячная пауза. Некоторые наблюдатели объясняют это тем, что силовикам было дано указание не будоражить регион, пока Радий Фаритович переизбирается на второй срок, потому что, дескать, и так в регионе достаточно будоражащих факторов. Ну, так это или иначе, тем не менее, 30 сентября по утру Морзаева задерживают, а потом стремительно увозят в Москву. И беспощадный басманный суд арестовывает его, ну, как минимум сейчас на два месяца. При этом Алан Морзаев помещается в самый пафосный изолятор Российской Федерации в Лефортово. Не каждый, кстати говоря, арестованный и высокопоставленный чиновник удостаивается такой чести. Самая последняя информация была о том, что Клебанов заключил сделку со следствием, полностью признал свою вину. И в обмен на то, что он знает о коррупции в высших кругах власти Республики Башкортостан, Клебанов рассчитывает, судя по всему, на получение достаточно такого мягкого наказания. Собственно, по той статье, которая ему вменяется, он имеет довольно широкий выбор. Это может быть и просто штраф, как ни странно, и, например, тюремное заключение до 8 лет. Повторюсь, очевидно, что Клебанов делает это, рассчитывая на какую-то комбинацию этих очень легких наказаний. Там штраф, условный срок, может быть и то, и другое в крайнем случае. Но, тем не менее, сам Александр Клебанов будет сидеть под домашним арестом как минимум до 7 января 2025 года. К слову говоря, у Морзаева та же самая статья обвинения, что и у Клебанова. Ну и если он сдаст кого-нибудь еще, возможно, будет разыграна ровно такая же схема. Но, как говорят у нас на Руси, доносчику первый кнут, как говорится. Так что посмотрим, кому из них что добавится. Это, пожалуй, пока все, что известно из фактических таких вот моментов. То, с чем мы не можем спорить, и то, что известно из открытых источников. Ну и из не очень открытых, но вполне себе достоверных источников. Теперь те вопросы, которые возникают у нас и у меня, связывают с этими событиями. Что Александр Клебанов, собственно, сообщил следствию? Формально известно, что он, дескать, донес о том, что лично сам посредничал при передаче Алану Морзаеву взятки в размере 37 миллионов рублей от коммерческой фирмы за помощь в получении каких-то государственных подрядов. Но каким образом Клебанов это преподнес следствию? Просто на словах, либо как-то доказал? Он что, ввел видеофиксацию этого процесса? Готовился заранее или подстраховывался? Здесь, конечно, большие вопросы. Маловероятно, конечно, что Александр Клебанов смог зафиксировать на видео, на аудио вот эти все процессы. И тем более, странно, еще вот такой вопрос. Как многоопытный Алан Морзаев мог попасться на такой, в общем-то, детской схеме? Сумки с деньгами? Ну, пожалуйста, не смешите. Это уровень главы сельского поселения, который никогда не слышал ничего о биткоинах. Какие сумки с деньгами? Ну и самое непонятное. Вот что. Общеизвестно, что Александр Клебанов в составе Хабировского правительства изначально чужой. Его буквально навязали Хабирову люди, к которым Хабиров не имеет никакого отношения, и с которыми он никогда не пребывал ни в каких тесных связях. Соответственно, если Клебанов чужой, то доверия в команде Хе Клебанову не должно быть никакого. Особенно в таких щепетильных вопросах, как откаты с дорожного строительства. Ну, есть, конечно, очень простое объяснение, которое напрашивается, дескать, совсем уже заигрались, обалдели, оборзели и потеряли всякое чувство безопасности. Но, честно говоря, это объяснение, мне кажется, маловероятным. Вопросов, конечно, очень много. Но, пожалуй, что самый актуальный и самый важный вопрос на сегодняшний день – это то, как ради Хабиров, который сейчас формально находится в отпуске, отреагирует на всю эту историю с Марзаевым. Общеизвестен тезис Хабирова о том, что своих не бросаем. И он подтверждал этот тезис многократно, отстаивая светлый облик и репутации таких уголовников, как Прочаковская, Беляев, Авзалов и многих других. Заметьте, эти люди существенно менее близки Хабирову, чем Алан Марзаев. Хабиров с Аланом Викторовичем вместе уже не один день, а очень много лет. Впервые они пересеклись, и, возможно, плодотворно пересеклись, еще в те времена, когда Хабиров был мелким клерком в администрации президента Путина. С тех пор, собственно, Хабиров с Марзаевым не расставались. Дальше был Красногорск, и вот уже шестой год Хабиров и Марзаев рука об руку в Башкортостане. Марзаев занимал ряд заметных и очень значимых постов, естественно, и только с подачи Хабирова. То есть, однозначно можно делать вывод, что Марзаев – это правая рука Хабирова, и не чета какой-нибудь там Прочаковской. Марзаев настолько важен для Хабирова, что, реагируя на эту историю, промычать что-нибудь про то, что, дескать, следствие там разберется, никак не получится. Алан Викторович, очевидно, ждет не слов, а дел. И долго сидеть в застенках кровавого режима он точно не намерен, равно как он, вероятнее всего, не намерен отправиться на СВО, чтобы решить вот такую вот проблему. Это точно не вариант ни для Марзаева, ни для следствия. Кроме многолетней дружбы в союзе Хабирова и Марзаева есть еще значительно более важная составляющая. Алан Викторович был и остается для Хабирова администратором неких очень важных процессов. Ну, кто-то называет Марзаева попросту кошельком Хабирова, но я бы так не стал упрощать. В любом случае Хабиров не посмеет слить Марзаева, и это значит, что Радио Фаритовичу в скором времени придется занять очень неприятную позицию. Позицию конфликтную с весьма влиятельным блоком силовиков. Вот и посмотрим, хватит ли пороху у дорогого Радио Фаритовича занять вот такую позицию для того, чтобы по-честному и, как он заявлял, отстаивать честь и достоинство, как говорится, своих в команде. Ну, Марзаев, конечно, никого не сдаст. Не такой он человек, но и долго томиться в застенках кровавого режима он точно не намерен. Повторюсь, Марзаев ожидает от Хабирова сейчас решительных действий. Ну, и завершая эту тему, к которой мы, безусловно, многократно еще вернемся, отмечу, что пример Клебанова, ну, конечно же, наносит сокрушительный удар по единству команды Хабирова. Теперь каждый следующий арестованный Хабировец в первую очередь начнет решать для себя задачку, некое уравнение, кого выгоднее и за сколько сдать, чтобы себе, например, скостить срок. Раньше такого не было. Ну, теперь, судя по всему, новые времена наступают. Помогая нашему каналу материально, вы не только поддерживаете нас конкретно персонально, но вы еще и даете возможность большому количеству людей получать альтернативную точку зрения на то, что происходит в нашем регионе. Помогать нашему каналу очень просто. Вы можете оформить регулярную подписку на платформе Boosty, и деньги будут перечисляться автоматически ежемесячно в том количестве, которое вы выберете сами. Либо можете помогать материально нашему каналу напрямую через Сберкарту, которую мы сейчас вам демонстрируем на экране. Заранее всем огромное спасибо. Еще один непростой вопрос, который давно и основательно беспокоит жителей Башкортостана. Вопрос этот состоит в том, насколько Хабиров в курсе деяний своих подчиненных. Как получается, что кристально чистый и абсолютно честный глава региона плотным образом окружен казнокрадами, взяточниками и всякими злоупотребителями служебными положениями? В нашем телеграм-канале «Открытая политика» на этой неделе мы запустили опрос о том, верят ли наши подписчики в то, что сам Хабиров ни сном, ни духом не в курсе и вообще не в доле событий и действий своих подчиненных. И вот такие удивительные, собственно, результаты мы получили. Только 8% опрошенных допускают, что Хабиров никак не оповещен о том, что происходит в делах его подчиненных и, соответственно, не несет никакой ответственности за деяния своих соратников. Ну, так простодушно считают 8% наших опрошенных. Зато трезвое большинство из 92% опрошенных не смогло поверить в неосведомленность дорогого Радия Фаридовича о действиях своих подчиненных. Ну, собственно, я присоединяюсь к этому большинству. В опросе поучаствовало более 2000 подписчиков нашего канала. Согласитесь, получается довольно странная картинка. Как 80 с лишним процентов избирателей смогли доверить управлению регионом человеку, у которого уже 18 высших управленцев под следствием или уже осуждены? Ну, я это не считаю еще нескольких десятков чиновников поменьше. При этом не верят в его кристальную честность аж 92%. Согласитесь, это какое-то статистическое противоречие. Причем это противоречие расположено на противоположных крайних точках спектра мнений. Мы продолжаем публиковать важные опросы в нашем телеграм-канале. Если вы до сих пор еще на него не подписаны, подпишитесь, поучаствуйте в этих опросах. Чем больше людей будет участвовать в этих опросах, тем достовернее будут результаты этих опросов, и тем основательнее будет повод у нас задуматься над тем, что же происходит в нашей республике. Невзирая на все блокировки и замедления, наш канал продолжает динамично набирать подписчиков. Только на Ютьюбе у нас уже более 63 тысяч подписчиков, а всего на всех доступных платформах, где располагается открытая политика, это и Дзен, это и ВКонтакт, и Телеграм, и много где еще, всего мы уже охватили более 100 тысяч подписчиков. Тем не менее, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, писать комментарии. Эти ваши действия очень помогают нам продвигать наш канал и в системе Ютьюб, и на других платформах. Пока изможденный трудами глава республики отдыхает в неизвестном направлении, а все его правительство томится в мучительной неопределенности, то ли посадят, то ли переутвердят. В администрации президента Российской Федерации определились с тем, кому быть главой администрации нашего непутевого региона. Несмотря на попытки самого Хабирова втащить в кресло руководителя администрации Азата-Солдата Борданова, Сергей Кириенко решил не допускать подобного позора и сохранил пост руководителя администрации главы региона за Максимом Забелином. Не берусь утверждать, что Максим Васильевич счастлив от того, что сохранил свое кресло, хотя, собственно, я не знаю, возможно, ему уже и нравится это положение, но могу с уверенностью сказать, что Забелин один из немногих здравомыслящих чиновников, насколько это вообще возможно в нашем обезумевшем Башкирском Белом доме. Отрадно и то, что Кириенко трезво оценивает способности Хабирова подбирать людей на ключевые позиции в Башкортостане. Так что Азату-Солдату остается отползать в свою норку, размазывая слезы и сопли по выдающимся щекам. То, что касается предположений о том, что Максим Забелин рассматривается в качестве преемника Хабирова на посту главы республики Башкортостан, я скажу здесь прямо. Это крайне маловероятно, но было бы очень забавно. Лет 15 еще назад партия «Единая Россия» очень шумела со своим проектом 500 бассейнов. Ну, особенно она шумела, когда у одного из этих бассейнов обрушилась крыша. Впрочем, закончилось все, как обычно заканчивается у ядросов. Пошумели и разошлись делить нажитое непосильным трудом. И вот в Башкирии опять заговорили о бассейнах. Но в этот раз вовсе не о тех, в которых плещутся счастливые детишки или соревнуются спортсмены. Шум поднялся вокруг персональных бассейнов дорогого Радио Фаритовича. Выяснилось, что привыкший к тяжелому люксу уроженец деревни Сайранова пользуется одновременно аж двумя бассейнами. Один в сельской резиденции в Вязовке, а другой в городской резиденции на улице Зорги. Жители Башкортостана, большинству из которых не предоставляется никакой возможности заниматься водными спортами, с изумлением узнали, что теперь на обслуживание двух бассейнов Хабирова бюджет готов потратить аж 3 миллиона бюджетных рублей. И это в то время, когда страна, затянув пояса, вяжет маскировочные сети, а по выходным отливает окопные свечи. Согласитесь, два бассейна на одного чиновника, да еще и за государственные деньги, ну это как-то очень уж неприлично. Согласитесь, два бассейна на одного чиновника, да еще и за государственные деньги, а по выходным отливает окопные свечи. Согласитесь, два бассейна на одного чиновника,